На 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и у меня в гостях сегодня вице-спикер ОЗС Михаил Курашин. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы начать с новости о новом старом уголовном деле. Светлане Медведевой предъявили обвинение, ее обвинили по статье «Присвоение или растрата денежных средств с использованием служебного положения». Вот, Михаил, об этом деле уже очень много говорили, его уже обсуждали, и вроде как все в порядке, все наладилось, все забылось уголовного дела вроде как бы. А тут опять. Почему вторая волна такая пошла, как вы думаете? Ну, я бы хотел начать вообще с позитива. Ну, давайте начнем с позитива. Пользуясь случаем и тем, что меня не было на праздновании двухлетия «Эхо Москвы» в Кирове, я хочу поздравить «Эхо Москвы» с двухлетним юбилеем, пожелать оставаться и развиваться в этом направлении. В направлении каком? Вот, направлении именно независимого, качественного, достаточно, ну, скажем так, с зубами, да, там, с таким хорошим укусом радиостанции, которая действительно берет наиболее интересные темы и пытается получить разные оценки и разные видения на то или иное событие, то или иное ситуацию. Спасибо, Михаил. Поэтому с юбилеем. Спасибо большое. Это первый небольшой юбилей. Надеюсь, что отметим и 22-й. Ну, а теперь, собственно, хотелось бы получить вашу экспертную оценку. Ну, на самом деле, вот, опять же, предыстория, история, нынешний этап данной ситуации, он говорит о том, что, вот, Светлана Владиславовна по каким-то там пока еще неведомым причинам, хотя можно о них тоже там порассуждать, подогадываться, становится неким таким объектом нападок, может быть, не столько с целью, условно говоря, ее наказать, сколько нанести какой-то удар по там команде губернатора, как мне кажется. Я высказываю свою точку зрения. Начну, в принципе, с предыстории, то есть с той ситуации, вокруг которой обсуждают. На самом деле, если мы там вернемся в тот период, период 90-х, начала 2000-х годов, 80-х, 90-х, начала 2000-х, то тут достаточно вспомнить о том, что время-то было вообще для учреждения социальной сферы, оно достаточно ужасно. Денег не было. Ну, в принципе. Сказать трудно, это не сказать ничего. Денег в принципе не было. Да, и поэтому каждый директор, каждый руководитель, ну, условно говоря, вертелся как мог. Вертелся как мог с точки зрения попытки сохранить А-кадры, сохранить структуру, сохранить спектр оказываемых услуг. Ну, в целом, если можно сказать так, выдержать вот то, что там весь напор негатива, который связан с безденежьим. И, если уж, скажем так, копать вот таким образом, как это происходит, ситуация с медведей, ну, я думаю, что, в принципе, наверное, не хочу ни на кого наговаривать, но думаю, что большинство директоров, которые пережили 90-е годы, в принципе, можно было бы там по примерно аналогичным там примерам, мотивам, тоже привлекать к ответственности. То есть, кто в этом виноват? Виновата ли в этом медведя? Я считаю, нет. Виновата в этом все-таки государство, которое потеряло ответственность за содержание своих учреждений, за содержание тех людей, которые находятся в социальной сфере, на службе у государства, оставив их фактически на таком плаву, да, то есть выживут, выживут, не выживут, не выживут. И то, что спортшкола под руководцами медведей выживала, это, наверное, все-таки больше я бы отнес к заслугам медведей, нежели к тому, что она где-то жильничала. То, что там брались деньги, ну, это тоже не новость. У нас и сейчас деньги берутся в детских садах, в школах, вполне официально даже с выдачей бумаги, но в то же время все говорят о том, что это запрещено и так далее. Это нормальный процесс. В условиях недофинансирования, да, там, учебное заведение, социальные учреждения должны чем-то покрывать свои расходы. Опять же, речь идет, наверное, в большей мере не о том, что кто-то на этом наваривается. Опять же, выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что сегодня риск навариваться на таких взносах, поборах, можно как угодно назвать, вне бюджетных, для руководителя примеров, наверное, будет больше, когда руководители эти деньги, условно говоря, кладут себе в карман. В 90-е же года, я знаю, просто много учреждений, которые работают, все эти деньги шли именно на расходы. Ситуация с водителем, она тоже достаточно понятна. Вот с точки зрения бытовой она достаточно понятна. Человек, который возит детей, который несет ответственность, который должен быть, условно говоря, собранный, внимательный и так далее, когда он получал ниже прожиточного минимума, ну, я как руководитель бы, наверное, тоже бы искал какой-то вариант доплаты. Но вы сейчас говорите о том, о чем написали практически все издания, о том, что Светлана Медведева доплачивала водителю деньги из своего кармана. Я не берусь, там, судить из своего, не своего. Ну, хорошо, доплачиваю. Сам факт просто, да, то есть, там, грамотный руководитель, я знаю, там, примеры нескольких руководителей, которые в 90-е годы, предположим, заработную плату получали всегда последними. То есть, только после того, как рассчитались со всеми сотрудниками, он получал заработную плату. У него, там, этот процесс тянулся, там, на 2-3 месяца, задержка, там, у него была, там, дольше всех. Но, там, за счет этого такие руководители спасали организацию. Поэтому, там, для меня это пример примерно одной, и пример, там, который стал основой для возбуждения уголовного дела, это примерно, так, пример того, как нормальный руководитель должен работать. Если это все так. Если это не так, там, пусть правоохранительные органы сделают свои, там, выводы. То есть, в принципе, по такой статье, в принципе, можно к любому руководителю прийти? Те, кто прожил 90-е годы, да, там, я думаю, что, в принципе, да. Хорошо, вот вы сказали, что это, наверное, больше желание нанести какой-то урон команде губернатора, нежели чем именно вот под Светлану Медведеву копание. А урон-то с чьей стороны? С чьей? Да. Ну, тем, тем, со стороны тех, кто, я думаю, недоволен тем, что команда здесь существует, команда имеет прочные позиции. Ну, вы имеете в виду, что имеет место быть, там, некий конфликт губернатора и прокуратуры? Или имеет место быть некий заказ? Ну, опять же, слово «заказ», ну, оно, наверное, ближе, чем конфликт, там, с прокуратурой или с МВД, да, то есть. Это есть некий, там, заказ, где, там, в рамках которого нашли, вот, там, недовольных, опять же, как, по имеющейся, просачивающейся информации, да, там, что какие-то уволенные, там, сотрудники спортшкол, там, департамента. Собственно, эту информацию все, ну, как говорят, сливает, да. Вот, то есть нашли этих людей, этих людей каким-то образом возбудили, да, то есть на то, чтобы они эту информацию… Ну, а недовольные там действительно есть? Всегда есть недовольные. Мы же с вами понимаем, когда приходит новый человек, и новый человек начинает выстраивать структуру под себя, то, соответственно, есть недовольные. Поэтому недовольных-то всегда много, вот, но другое дело, что одни недовольные, там, могут просто молча уйти, там, на другое место работы, там, другие недовольные начинают, вот, активизироваться, в плане, вот, таким, палки в колеса составлять, да. Ну, вот, для того, чтобы недовольные начинали активизироваться, вот, на мой взгляд, все-таки есть какой-то внешний раздражитель. Поэтому, там, я считаю, что, и это, опять же, вот, исходя из всей информации, которая имеется, да, там, это одно из направлений, там, удара по губернаторской команде. Это в преддверии выборов или вообще в принципе? Ну, мы с вами сейчас все равно постепенно входим в этот этап, там, в будущие два года мы, скорее всего, с вами будем жить вот в таких достаточно уже начатых событиях, мероприятиях избирательной кампании. Вот, смотрите, Михаил, уже после того, как это обвинение снова предъявили, спортивная общественность города написала письмо в защиту Светланы Медведевой, где перечислили спортивные успехи, то, чего добились кировские спортсмены под ее руководством. Вот, как вы считаете, это письмо, оно в изменении действия или больше оно подействует, как некая моральная поддержка Светланы Медведевой? Ну, мне очень хочется верить в объективность правоохранительных структур, и в любом случае положительные характеристики всегда были и остаются определенным таким фактором, который учитывается при рассмотрении уголовных дел, да вообще любых дел. И я очень надеюсь, что этот документ тоже, ну, условно говоря, каким-то образом поспособствует, чтобы разбирательство было объективно. Михаил, а скажите, пожалуйста, вот если говорить о другой теме, следили ли вы за историей со сносом городских киосков? Да. Следили. И с Валерием Николаевичем разговаривали. Хорошо, вот Кировская городская дума совсем недавно отменила решение о принятии схемы размещения нестационарных торговых объектов. Насколько я понимаю, это значит, что пока решение о сносе вот этих 250 киосков, оно пока... Оставшихся. Их уже часть снесли. Часть снесли. В общем, это решение пока, насколько я понимаю, в состоянии подвешенном. Потому что старую схему отменили, новую еще не приняли. Вот как вы считаете, то, что отменили старую схему, это результат чего? Результат активного общественного обсуждения. Это результат действий Валерия Турула. Долго же не хотели, не соглашались. Почему отменили? Я считаю, что это все-таки результат активности Валерия Николаевича. Потому что у нас очень много бывает поводов для возмущения, но крайне редко мы эти поводы реализуем в конкретные действия, пытаясь все-таки добиться какого-то конкретного результата. Валерий Николаевич пошел, практически уже дошел до границы, когда уже в преддверии заседания суда, который должен был поставить точку над «и». И, как мне кажется, несмотря на заверения юристов правового управления городской администрации о том, что там у данного иска не было никакой перспективы, мне кажется, что перспектива-то как раз и была. И вот именно поэтому состоялся диалог, именно поэтому была достигнута такая договоренность о том, что город со своей стороны отменяет, а Турула со своей стороны забирает иска. А как Вы считаете, почему вот этого решения раньше нельзя было принять? Ну, вот я почему и говорю, что... То есть должно было вот это вот все произойти с закрыванием грудью киосков, со сносом киосков, с недовольными предпринимателями, с акцией протеста в Москве? Ну, вот как раз закрывание грудью киосками и акцией в Москве, мне кажется, они-то как раз не возымели действия. А как раз то, что дело было доведено до суда и, в принципе, скажем так, час икс приближался, именно это стало стимулом. Почему это нельзя было сделать раньше? Ну, потому что, как мне кажется, городская администрация считала, что в очередной раз это все может просто сойти с рук и, там, Валерий Николаевич успокоится и, там, до суда дела доводить не будет. Этого не произошло. Смотрите, сейчас решение городской думы отменено. То есть, насколько я понимаю, нужно принять новые решения и, соответственно, новую схему размещения инстационарных торговых объектов. Вот как Вы считаете, как надо к этому вопросу подойти правильно и эффективно? Ну, во-первых, и уже об этом тоже начинают обсуждать, на новой схеме должны быть отмечены все объекты, которые существовали ранее. Это даже... То есть, те, которые успели уже снести. В том числе. Да, то есть, вот этого сейчас нужно добиться. Там, если городская администрация готова к тому, чтобы, там, конструктивно обсуждать, а не доводить до очередного кризиса, то, по логике, она должна сесть за стол переговоров с Валерием Николаевичем как представителем ассоциации. Вот, возможно, пригласить еще, там, специалистов каких-то еще общественных объединений, предпринимателей, там, если к этому времени. Ну, на сегодняшний момент у нас есть назначенный на общественных началах, да, уполномоченный по правам предпринимателей Андрея Вавилова, да, то есть, вот сесть за стол переговоров и, собственно, договориться о всех правилах, после чего подготовить уже этот схему, план-схему и, соответственно, выносить ее. Ну, так, то есть, не сносить те киоски? Ну, в любом случае, часто. Пока остановиться, да, то есть, не наделать глупостей. Это я сейчас со стороны городской администрации, для того, чтобы, собственно, процесс дальше не возбуждать, да, то есть, не двигать. А что делать с теми, кого уже снесли? Ну, вот, вообще, вот эта группа, которая может быть создана и должна быть создана, она должна решить вопрос, во-первых, по тому, что, что делать с теми, которые остались. Ну, а вы-то как считаете? Ну, в данном случае, я считаю, что, там, они должны остаться. Вот это, там, моя точка зрения. Восстанавливать, либо компенсировать предпринимателям стоимость снесенных этих объектов. То есть, каким-то образом компенсировать им потери. Да, это затратно, да, это тяжело, но, там, это справедливо, по крайней мере. Вот, вы так сказали, да, когда рассуждали о том, как должна быть принята эта схема, какой она должна быть, вы так сказали, что назначенный на общественных началах уполномоченный по правам предпринимателя Андрей Вавилов. Вот, я знаю, что как раз во вторник в общественной палате обсуждали, так скажем, будущий законопроект об уполномоченном по правам предпринимателей. Вот, скажите, пожалуйста, к какому-то выводу пришли, как должны избирать этого человека? На самом деле, не пришли, не договорились. Договорились только о том, что должны быть разработаны некие критерии для общественных организаций, которые могут участвовать в этом процессе. Которые могут выбирать? Участвовать в процессе обсуждения. То есть, опять же, в какой роли об этом не дошел разговор. Да, то есть, потому что непонятно, должны ли это быть выборы, должны ли это быть, условно говоря, просто кандидатуры, которые предлагаются. Должен ли это быть там некий объединенный круглый стол, где, собственно, должны выбрать того единственного, которого рекомендовать губернатору. Не рекомендовать, а советовать, да? Вот, то есть, вот, собственно, разговор остановился на уровне того, что, а кто вообще в эти игры может играть. Там, при всем при этом, к сожалению, не о сути закона, не о сути работы уполномоченного, но не о том, что, а нужен ли, ну, скажем так, в глобальном плане, уполномоченный вот с теми функциями, которые ему могут быть предоставлены, федеральным ли законом, или региональным, вот об этом вообще не говорили. Для меня, на самом деле, это там вопрос ключевой. Говорили о том, должен ли он отменять, там, нормативные акты муниципалитетов, там, должен ли, нужно ли ему, там, 11 человек штата, да? Вот, об этих вещах говорили, то есть, говорили о формах, а не о сути. И, вот, то, что разговор ушел в плоскость, ну, может быть, не совсем такое мягкое слово, разборок, да, там, между общественными организациями, о том, кто из них может выдвигать, там, и, что мне тоже не понравилось, такие некие выпады в адрес человека, который пока на общественных началах все это делает, в частности, там, Андреева и его, что вот он вот тут уже заскочил в этот поезд, да? Вот, собственно, содержание всего этого разговора. Я очень надеюсь, что все-таки в декабре в первом чтении будет принят федеральный закон, тогда будет понятна конструкция регионального закона, и, собственно, полномочия и формы работы у полномоченного будут понятны. То есть, можно будет обсуждать суть. А как Вы считаете, какой должен быть функционал у полномоченного по правам предпринимателей, чтобы эта должность была оправдана? Потому что очень часто обсуждается то, что, в принципе, эта должность не нужна. Вот, я бы сказал три слова. Первое слово – объединять, второе – представлять, и третье – защищать. Объединять, во-первых, общественные организации, все, которые есть, включая и тех предпринимателей, которые не входят в общественные организации, а их большинство. Представлять, то есть, представлять как предпринимательство на уровне органов власти, так и власть на уровне предпринимательства. Потому что вот об этом-то тоже почему-то не говорят. И как-то все начинают подзабывать, что идея с годом предпринимателя, объявленная в Кировской области, родилась на самом деле по итогам разговора губернатора с этими сообществами предпринимательскими. Когда, собственно, губернатор предложил, что все инициативы, поступающие от сообщества, он готов рассматривать и максимально поддерживать, но, с другой стороны, он бы просил взять под личный контроль каждого руководителя общественного объединения вопрос, связанный с уплатой налогов, с соблюдением налоговой дисциплины и прочих обязательств, которые есть у предпринимателей. И, соответственно, вот здесь мы говорим о том, что роль представителя заключается в том, чтобы не в одностороннем порядке говорить только о том, что я представляю все предпринимательство, но и говорить о том, что предпринимательство должно сотрудничать с властью и, естественно, защищать. То есть, вот та ситуация, которую мы обсуждали ранее с ларьками, это как раз, как мне кажется, зона компетенции, полномоченная по правам предпринимателей. Ну, то есть, в принципе, Валерий Николаевич эту функцию успешно выполнил? Ну, он выполнил ее, на самом деле, ну да, возможно, да, но, опять же, давайте тоже начнем с того, что где-то периодически его обвиняют, что он использует статус депутата законодательного собрания, путает статус депутата со статусом общественника. Да, там вот в этой связи, там, уполномоченный, на самом деле, эти функции мог бы брать на себя, и тогда такие бы обвинения не прозвучало. А защищать, вот вы имеете в виду, что, допустим, ну да, понятно, представлять интересы, а там, ну что, в суды выходить? В том числе, в том числе, ну вот, опять же, мысль, которая была донесена на общественных слушаниях, мне она достаточно такая импонирует, это мысль о том, что, на самом деле, на региональном уровне, возможности давить на бизнес, нет, это уровень либо федеральный, либо муниципальный, да, то есть, налоги, органы, там, всевозможные проверяющие и так далее, это уровень, там, федеральный, а вопросы локального уровня, аренды, там, коммунальных и, там, благоустройства и так далее, это муниципальный уровень. Региональный уровень, он больше такой, я сейчас не пытаюсь обелить региональный уровень, да, он больше такой на развитие, на поддержку, да, ориентирован. А вот как вы считаете, как должны выбирать уполномоченного по праву предпринимателя? Ну, в рамках обсуждения я уже выдвинул там, в качестве шутки, такую форму, что можно выбирать, конечно, как Папу Римского, да, то есть, запереть всех представителей общественных организаций в одном помещении и ждать, пока из трубы пойдет дым. Долго ждать придется. Ну, что делать? Вот, там же этот процесс вытекания идет и, в принципе, все понимают. Вот. Опять же, для меня принципиален процесс, точнее, принципиален момент, что хотим мы получать. Мы хотим получить результат, тогда там нужно не выдумывать ничего сложного, а, может быть, сделать так, как это сделано было при назначении Титова, федеральному уполномоченным, когда президент пригласил к себе представителей наиболее крупных общественных объединений в цели за один стол, и, в принципе, в ходе вот этого разговора такая кандидатура была определена. Все остальные формы, это формы, как мне кажется, могут оказаться вариацией затягивания процесса для того, чтобы каким-то образом, другим путем решить этот вопрос. Путем, там, захода в кабинеты и так далее и тому подобное. Да, там, там, были, звучали сегодня предложения, что давайте мы, там, устроим выборы среди предпринимателей, да, там, ну... Тут тогда такая кампания развернется. Тут, я думаю, мы в 90-е вернемся со стрельбой и взрывами. Ну, что уж вы так про предпринимателей. Ну, в любом случае, ну, вот, глядя по тому, как сегодня шло обсуждение, да, и как нападали на Виллу, я могу сказать, что, там, ну, это будут очень жесткие выборы. Я думаю, что политические выборы будут отдыхать по сравнению с этими выборами. В любом случае, должен быть механизм, когда общественные организации договорятся о едином кандидате для внесения предложения, там, губернатору. Каким будет эта форма, там, если предприниматели сами не договорятся, ну, я очень хочу, чтобы они договорились, то он надеет, что, там, губернатор у нас принято. Нет, предприниматели или общественные организации? Ну, общественные организации, да. Конечно, если они сами не договорятся, то я думаю, что тогда уже, там, губернатор будет сам их собирать и... Волевым решением. Воспитывать. Не назначать, а собирать. А пока-то есть возможность им еще самим договориться. Хорошо, я предлагаю на этом прерваться на рекламу, и очень скоро мы вернемся. Мы возвращаемся в студию, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и меня в гостях, напомню, вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Мы продолжаем. Я бы хотела продолжить про акцизы на бензин. На неделе президент России Владимир Путин поддержал идею отмены транспортного налога и переводе его в акциз. Вот скажите мне, Михаил, как вы вообще сами к этой идее относитесь? Потому что, например, очень многие предприниматели же, о которых мы говорили в первой части, давно склоняются к этой мысли, что надо транспортный налог перевести в акциз, и все у нас будет хорошо. Ну, я бы на самом деле таким назвал бы данное решение неким таким политическим садизмом по отношению, опять же, к автолюбителям, жителям нашей страны. Потому что, когда принималось решение о введении транспортного налога, и когда практически все автолюбители встали и сказали, давайте без транспортного налога давайте в акциз, их отказались услышать. И сказали, нет, вот будет акциз акцизом, транспортный налог, транспортный налог. Рана начала только заживать у автолюбителей, и тут решили заново ее освежить, порезать, для того, чтобы, собственно, не знать только зачем. На самом деле, понять федеральный уровень можно, и многие эксперты сходятся во мнении, что это сделано, потому что доходная часть бюджета, это в принципе федерального бюджета, очень слабая, и нужно ее усиливать. И в рамках принимаемых здесь регионального бюджета и тех процессов, которые связывают региональный бюджет с федеральным, можно подтвердить, что действительно Москва испытывает большие затруднения с формированием федерального бюджета. И поэтому вот эта идея с тем, чтобы отменить транспортный налог ввести акциз, с точки зрения формирования регионального бюджета, это благо для них. Они получают серьезное пополнение. Другое дело, что остается нам, а нам остается очень грустное. Да, с точки зрения бюджетного процесса, потому что налог транспортный, он региональный, соответственно, поступает в бюджет региона, соответственно, потом на эти деньги ремонтируются наши дороги. Акциз – это налог федеральный, который уйдет в федеральный бюджет, и вернется к нам в регион в какой-то доле. А в какой – непонятно. Ну, как бы так, в доле потребления нефтепродукта. Сколько потребили, столько мы обратно получим. Но, очевидно, это будет гораздо меньше, чем сейчас собирается. Естественно. И вот с точки зрения бюджетного процесса, что же с нами будет? Вот вы заставляете меня либо рисовать очень страшные картинки, либо фантазировать. Я, на самом деле, считаю, что, конечно, для Кировской области это не очень хорошо будет. Потому что только мы, опять же, перестроились для того, чтобы использовать дорожный фонд и запускать ремонты дорог в муниципалитетах, межпоселковых и так далее. Сейчас мы опять переходим в формат сложного прогнозирования. То есть, как вы правильно сказали, сколько средств придет, когда... Когда непонятно, сколько денег будет. Да. То есть здесь мы знали, что если у нас есть около миллиарда дорожного фонда, вот мы этот, собственно. Конечно, со стороны финансистов, может быть, тут прозвучит еще и такая мысль о том, что собираемость транспортного налога, она тоже достаточно тяжело идет. Да, то есть одно дело, когда это наши полномочия, мы имеем возможность, другое дело, когда автолюбители тоже не особо бегут к тому, чтобы заплатить транспортный налог. И в этой связи понятно, что для них это, возможно, станет проще работать. Да, там нет нужды бегать. Но в глобальном плане, с точки зрения бюджетного процесса, с точки зрения нашего бюджета регионального, я все-таки считаю, это не очень удачно. Ну, в том плане, что доходная часть сильно уменьшится. Ну, считайте, мы миллиард практически теряем. А как Вы думаете, это решение будет принято? То есть, может быть, его сейчас снова пообсуждают, пообсуждают, да и забудут? Я боюсь, что это, скорее всего, алгоритм будет следующий, что это решение будет принято. Но никто не исключает вероятность того, что в случае, если в последующие годы ситуация с федеральным бюджетом будет полегче, то, может быть, и опять вернут. И опять вернемся к некому политическому садизму. То, с чего я начал, да. Что только люди привыкнут к новой форме, опять начнут по старой и ранее. Ну, кстати, наверное, на состоянии дорог это тоже отразится. Здесь, на самом деле, ну, во-первых, это наверняка отразится на объемах выполняемых работ. То, что касается качества выполнения работ. Ну, если, опять же, верить заверениям федерального центра, что эти все средства пойдут в Росавтодор, там, опять же, один из аргументов, что снизится некая коррупционная составляющая на уровне регионов, ну, посмотрим. Там, если действительно они готовы будут взять под контроль качество работы, то есть гарантия, что, может быть, качество дорог не ухудшится. Вот, Михаил, у нас с вами осталось немного времени. Я хочу коротенько еще одну тему обсудить. Недавно уже практически общественному движению ночной патруль исполнилось два месяца. И вот за эти два месяца отчитался идейный вдохновитель Сергей Косолапов. О чем? Вот следующие цифры. Пять из десяти подозрительных машин, это отрабатывает за ночь каждый экипаж, и один из пяти подозрительных водителей все же оказывается пьяным. Вот вас такие цифры не пугают? Конечно, пугают. То есть мы тоже обсуждали и с ночным патрулем, и просто с автолюбителями о том, что вот есть процесс, есть движение к тому, чтобы все-таки порядок навести. Но, как ни странно, количество тех, кто пьет, не сокращается. Нет, подождите. Ночной патруль рапортует, что сократилось в два раза. Ну, ночной патруль, к сожалению, не орган ДПС, да, там, и не медицинский центр, который может там фиксировать, и они не охватывают все-таки всего количества. То есть там другие водители говорят о том, что меньше пьяных не становится. И если, предположим, посмотреть те же новости криминальные, то мы видим, что эти случаи продолжаются из раза в раз. А вот почему? Что значит, что ночной патруль не действует или просто пьют за рулем слишком много людей? Слишком много пьют за рулем. На самом деле, ну, опять же, при всем моем уважении к тому, что делает ночной патруль, полностью разделяя их точку зрения, единственное, что, ну, вот не хватает у меня сил к ним присоединиться, хотя предложения такие идут регулярно. Ну, их недостаточно. Недостаточно для покрытия всего города. И там недостаточно информации в водительской среде. Там этот проект, он же, опять же, в большей мере получается такой интернет-проект. Да, то есть они там даже если кого-то ловят, в любом случае информация о них больше идет в интернет-среде. Там понятно, что водители у нас тоже достаточно продвинутые, наверное, все-таки, но в любом случае интерес к ночному патрулю как некому средству устрашения пока еще не сформирован. Поэтому там... А надо его сформировать? Они должны бояться. То есть то, чего хочет сделать сладовников с народными дружинами, вот там, ночной патруль, это проявление общественной дружины. Соответственно, люди должны четко знать, что они в любом случае будут под контролем, да, и не надеяться на ось, а лучше все-таки отказаться. Я тут, кстати, вот недавно виделась с Сергеем Косолаповым, я ему задала вопрос, вы ездите уже больше двух месяцев, вы не устали, вы не выдохлись? Он мне сказал, нет, еще долго не выдохнемся. А виделись мы как раз на дне рождения Москвы, и он тогда сказал, что вот вы отсюда все поедете, я буду на выходе стоять и вас ловить. Так что на самом деле, ну будем надеяться, что... Поймал ли кого-нибудь? Не знаю, я на такси уехала. Вот видите, вот об этом как раз я и говорю, что информации о результатах работы в публичной плоскости нет. Ну, недостаточно, скажем так. Ну, значит, коллеги, видимо, будут теперь знать, над чем работать. Михаил, у нас с вами закончилось время, я благодарю вас за эфир. Я напомню, что у меня в гостях был вице-спикер ОЗС Михаил Курашин. Меня зовут Юлия Афанасьева. Спасибо за эфир. До свидания. Всего доброго и до свидания.